Доброе утро, друзья! К сожалению, до конца лета остался всего лишь полтора дня. Но не повод расстраиваться абсолютно, потому что с вами веселый ведущий, которые призваны сделать ваш день веселым, бодрым, задать бодрый темп, а главное, рассказать вам много полезной и ценной информации. Доброе утро! Сегодня традиционно на двух телеканалах Первый Крымский и Крым-24 для вас будут вещать Александр Ткачев и Ирина Борилюк. Я думаю, что самое время начать с новостей, потому что косят-косят, а выкосить не могут. Вот это касается амброзии. 48 человек наказаны за неэффективную борьбу с опасным вредителем, сорняком. О том, как это в рай заходит, наверное, ты дополнишь. В социальных сетях люди жалуются на этот сорняк, который своим ростом может достигать полутора метров. Что же делать, как бороться с этим зеленым паразитом, нам расскажут наши корреспонденты. Керчанка Кристина Красюк знает практически весь ассортимент средств от аллергии. Когда цветет амброзия, делает инъекцию гормонального препарата. На месяц спасает, потом симптомы возвращаются. В этом году я столкнулась с проблемой, как бы найти вообще это лекарство. Мы с мамой объездили, наверное, аптек 6 по городу, если не больше. Нигде не было. Сказали, что разобрали и нас сразу предупредили, что оно стало дороже. Почему, непонятно. В отличие от людей, сорняк чувствует себя в Крыму комфортно. Эту территорию возле пенсионного фонда в Армянске заполонили кусты карантинного растения. А вот на придомовых территориях и в районе МЖК борются регулярно. Постоянно вижу, каждый месяц они вот здесь вот скашивают, трактора ходят с газонокосилками. На мрозе борются, борются с видом, что он косили, убирали. Но и эти методы не спасают. Без таблеток и носовых платков на улицу стараются не выходить. Пыльца на земле высыхает, разносится ветром. То есть это все равно в воздухе остается. Очень печально, что до сих пор не покосили дорожку для деток 1 сентября. Ежегодно местные власти ведут борьбу с полевым вредителем на всех фронтах. Результаты есть, но работу нужно усилить. Обслуживаемая площадь порядка 600 тысяч квадратных метров. Работы, вот вы можете убедиться, любой житель может убедиться, проводятся ежедневно. Выданы методические рекомендации всем предприятиям, учреждениям, собственникам земельных участков. В Симферополе обнаружили 25 гектаров амброзии. Она растет по всему городу. Например, здесь, возле детского сада на улице Русской или на Балаклавской, целое поле опасного сорняка. Вокруг нашего дома убирают. У нас все как бы чисто, у нас опрятно ухожено, у нас управляющая компания. Но только выходишь за территорию, дальше везде растет. Покос происходит буквально до того, как она начинает сходить. А потом, как бы, ну вот так. Амброзия есть и в парке имени Гагарина. Здесь ее убирают регулярно. Но новая поросль успевает пробиться. Косить сорняк в крымской столице начинают с мая и заканчивают в октябре. Бригады выходят на целый день. По контракту зачистка города три раза за сезон. Сейчас рабочие на Севастопольской, на очереди улица Белокуна. У работников выделяется обычно 3-4 человека. В день мы успеваем скосить примерно 66-68 соток. Но не везде коммунальщики справляются. Коварный сорняк захватывает новые территории. Пока в одних районах города вовсю сражаются с Амброзией, косят ее в соседних, она успевает вырасти практически в человеческий рост. Заросли настолько высокие, что в них вполне можно играть в прятки. На борьбу с Амброзией Симферополь в этом году выделил 5 миллионов рублей. Но потратят меньше. Процедуры проходили согласно 44-го федерального закона. Но в результате упорнейшей борьбы за право бороться с этим сорняком победило предприятие, которое предложило цену в 1 миллион рублей. В этом году с Амброзией уже покончили больше, чем на 33 гектарах в пределах населенных пунктов республики и на 2000 гектаров в нежилых территорий. Сейчас идут проверки органов местного самоуправления Крыма и предпринимателей. Согласовано с органами прокуратуры организация внеплановых выездных проверок порядка 75. Из них 62 населенных пункта, 13 хозяйств. Уже составили около 50 протоколов об административной ответственности за неэффективную работу по борьбе с Амброзией. Елена Носкова, Евгения Довжик, Андрей Заричный, Новости 24. Испытать новые ощущения и почувствовать новые возможности. Вот и в Кватории уже второй год подряд проходит картинг без границ для людей с ограниченными физическими возможностями. На этот раз за драйвом и за предельными скоростями на полуостров приехало 70 человек со всей нашей необъятной страны. На соревнованиях побывала наш корреспондент Анастасия Егорцева и готова рассказать об этом в своем сюжете. Скорость как возможность почувствовать жизнь. Для Юрия Булычева соревнование – хобби. В свое время занимался мотокроссом, а потом авария, перелом позвоночника, инвалидная коляска. Казалось, гонки остались в прошлом, но ненадолго. Сменил трассу, пересел на карты, а затем сконструировал свой. Соревнования для спортсмена скорее показательные выступления, чем возможность приобрести новый опыт. Я приехал скорее с целью показать то, что этим картингом можно заниматься не только на таких мероприятиях, а и профессиональном уровне. Купил вот в этом году летний картинг. Мы его переделали, полностью ручное сделали, переделали тормоза и катаюсь по соревнованиям. Жить активно решила и Дарья Кузнецова. Занималась танцами с юности. Автомобильная катастрофа обездвижила тело. После тяжелой травмы москвичка не впала в отчаяние. Собрав команду, решила организовать проект «Картинг без границ». И вот уже пять лет успешно реализовывает его по всей стране. Я очень рада, что мы приехали сюда вновь. Что наше мероприятие уже становится ежегодным. Что еще больше людей не только из Крыма, но и со всей страны. Сегодня здесь Москва, Воронеж, Ростов. Огромное количество городов, которые приехали поучаствовать в этом мероприятии. Которые наслаждаются погодой и сегодня будут наслаждаться скоростью и яркими эмоциями. Получить новые впечатления от жизни, открыть для себя экстремальный спорт и ощутить движение позволяет такой вид карта. Необычный транспорт учитывает сразу несколько особенностей маломобильных людей. Это специальный испанский карт, разработанный на заводе в Барселоне. Разогнаться может до 80 км в час. Здесь нет педалей, все управление пересвано на руку. А по бокам вот такие рычаги. Тормоз и газ. Но перед самым гонкой, главное, безопасность. Нужно застегнуться, зафиксировать ноги и обязательно надеть шлем. Небольшой инструктаж и рев мотора. Единственное, что слышишь первые 10 минут. Главная задача – ехать по самой оптимальной и быстрой траектории. И таких экстремалов здесь 70 человек. Каждый приехал за порцией адреналина. Или научиться новому. Например, быстрой реакции или умению просчитать ситуацию наперед. Ведь иногда карт может выйти из-под контроля. Особенно на крутых поворотах. Цель проекта едина – дать возможность людям с инвалидностью заниматься спортом. Идею проводить гонки в Крыму сразу поддержали на всех уровнях власти. В 2013 году он стартовал в Москве. В прошлом году впервые был проведен на территории Республики Крым. Чем сплотил очень много людей с ограниченными возможностями. То есть люди вышли из своих домов, из квартир, почувствовали скорость, почувствовали драйв. Естественно, уже в этом году они, ребята, ждали с нетерпением. Лучший гонщик в финале соревнований получает Кубок главы Республики Крым. Новые знакомства и мотивацию – жить активно. Трасса показывает – все равны. Главное – сделать первый шаг. Анастасия Егорцева, Евгений Ефимов, Новости 24, Евпатория. Похудеть и показать пример остальным. Именно такую задачу ставят перед собой участники проекта «Акулья Сушка» на Первом Крымском канале. Он выйдет на экраны в сентябре. А пока идут съемки, наши журналисты отправились прямо на площадку посмотреть, как же делают это нашумевшее шоу. Итак, завесу тайны приоткроет Екатерина Серегина. Акула съест, акула! Одни дурачатся, другие фотографируются. Глава ученик! Техники проверяют аппаратуру. Группы поддержки заряжают позитивом. Ты самый лучший! Еще! Говори! Эти громкие ребята болеют за Владимира Чинченко, предпринимателя из Симферополя. На проект пришел, что называется, засветиться и, конечно, сбросить лишнее. Вообще цель поставлена, конечно, победить в этом проекте. Заявка только на победу и другие варианты не рассматриваю. Буду делать все, что для этого необходимо и даже больше. Хочу сбросить килограмм 25, как минимум. Владимира уже зовут на съемочную площадку. Остались считанные минуты и... Итак, ребята, выстраиваемся! Начинаем съемку! Сейчас вы видите эксклюзивные кадры, которые попадут в программу. Спешим! Итак, все в сборе. Самое время узнать, кто же с кем будет состязаться. Участники готовятся к первому выездному конкурсу «Эстафете на катамаранах». Соберитесь, все будет хорошо. Эмоционально расслабляемся. Соперники у нас не сильно тяжелые. Так что все будет хорошо. Давайте. Вся суть акулии сушки в том, чтобы и ребята попотели, и зрителю было интересно. Задача участников – проплыть от того берега, где ребята в желтых футболках, до моста, причем не только ярко и красочно, но главное быстро, обогнав своего соперника. Вы удивитесь, но крутят педали на скорость. Здесь и оперные певицы. Жанна Смолега – солистка оркестра в Севастополе. Спорт для нее не в новинку. Несколько лет назад занималась пауэрлипсингом. Теперь в команде бодибилдера. Для меня, конечно, их стиль тренировок очень, как бы такой, как это помягче сказать, в общем, интенсивный. Акулья сушка – это не только работа на конкретный результат, но и мотивация зрителей больше двигаться. Поднимайтесь с диванов, поднимайте свои попы, идите в горы, идите к морю. Ну а когда вернетесь домой, обязательно смотрите акулью сушку. Поверьте, за кадром нашего сюжета осталось самое интересное. Что именно, смотрите на телеканале Первый Крымский. Премьера шоу в сентябре. Екатерина Серегина и Алексей Староженко. Новости 24. Признаюсь честно, Тивейра обращался к организаторам фестиваля и конкурса «Акулья сушка». Говорю, возьмите меня, я хочу похудеть. Но мне сказали, что таких не берут, и вам мы, к сожалению, помочь ничем не можем. Но во всем плохом надо видеть что-то хорошее. И надо сказать, что, по крайней мере, меня не сдует с крыши. А я нахожусь сейчас, мы с тобой находимся, на крыше 16 этажа жилого комплекса «Альфа». Эту прекрасную панорамную видовую площадку нам предоставили наши партнеры, за что им большое спасибо. Однако надо сделать маленькую реманку. Здесь мы находимся, к сожалению, в последний раз, потому что, признаться честно, стало холодать. Мы возьмем небольшие каникулы, чтобы переместиться на другую локацию. Где мы окажемся в следующий раз, пока не скажем. Это секрет фирмы, но, уверяю вас, дорогие телезрители, вы будете приятно удивлены красотой этого места. Да, действительно, сегодня предпоследний день лета. И я хочу заметить, что не только люди, но и погода перестраивается на осенний режим. Ну, а чтобы помочь нашим крымчанам знать, что же в течение дня ожидается в плане синоптической ситуации, в следующий сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Штормовое предупреждение по Крыму 29 и 30 августа. И также сохраняется пожарная опасность. Ну, а мы хотели бы вам продублировать погоду. Вдруг кто-то не успел, не услышал и даже хочет сделать себе пометочки, что же будет на Крымском полуострове. Итак, Симферополь. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем 28, а ближе к вечеру опустится до 15 градусов тепла. В Севастополе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 28, а ночью до 18. На территории ЮБК небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем температура 29, вечером 22 градуса тепла. Керчь малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный и днем до 26, ночью до 18 тепла. И приятная новость. Температура морской воды, хоть и предпоследний день лета, но все же на море еще можно успеть поехать. Итак, температура в Черном море, Феодосии и Вьялсе 25 градусов. Алушта 24, Севастополь 23-24 градуса тепла. И Евпатория Черноморская 23. Дорогие друзья, напоминаем вам еще раз о безопасности на воде. Дело все в том, что, конечно же, пока море теплое, наверняка вы хотите выбраться еще раз на море обязательно. Я вот, например, планирую завтра это сделать. Но ни в коем случае не стоит забывать, что заплывать за буйки не стоит, потому что они располагаются ровно на той безопасной глубине. Более того, не оставляйте детей без присмотра, а также не вступайте в воду в состояние алкогольного или наркотического опьянения, потому что из этой воды потом можно не выбраться. 30-31 августа в Белогорске пройдет второй районный фестиваль воздухоплавания «Белая скала». У всех желающих будет возможность посмотреть, так сказать, изнутри, что это за вид спорта, а также увидеть конструкцию воздушного шара и многое другое. Ну, если все-таки вы не сможете выбраться на этот фестиваль, но чем-то себя занять сегодня вечером все же ищите какой-то повод, для вас следующий наш сюжет. Чем сегодня занять? Что идет в кинотеатрах, в театрах, может быть, в других каких-то местах? Афиша прямо сейчас. В Ялтинском театре мини-Чехова комедия «Очаровательные рогоносцы». В завязке сюжета история двухсемейных пар, живущих по соседству. Вечные проблемы взаимопонимания между мужчинами и женщинами, вынесенные на всеобщее обозрение, помогут каждому увидеть себя со стороны. Начало спектакля в 20.00. Еженедельная пятничная встреча «Танцы Екатерины» пройдут у памятника императрице в 19.00. Вальсу фонтанов, теплым летним вечером, что может быть прекраснее. В Центральном музее Таврида экспозиция «Золотая кладовая». В коллекции древние предметы из драгоценных металлов, украшения, культовые аксессуары, детали одежды, монеты, найденные за последнюю четверть века во время археологических раскопок на территории Крымского полуострова. Помимо музейных экспонатов, выставка включает драгоценности, изъятые в ФСБ России у нелегальных копателей и контрабандистов. Маленьким зрителям кинотеатры дарят веселый мультфильм «Куклы с характером». Игрушечный город Аггивиль – необычное место, где живет главная героиня – кукла Мокси. Вместе со своими друзьями она отправляется в увлекательное путешествие, где компанию ждут необычные приключения. Задачей каждого из них становится проявить характер и остаться с собой. Справятся ли герои с испытаниями? Фантастическая история Эбигейл будет интересна аудитории всех возрастов. Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушуют неизвестные науки болезнь. Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности, которые наводят на мысль, что эпидемии не существует. Ее выдумали власти имущие, пытающиеся ликвидировать людей с магическим даром. Теперь Эбигейлу угрожает реальной опасность. На мерцающих экранах российская драма «Бык» описывает события конца 90-х годов. Это время борьбы и хаоса, разрухи и выживания. Главарь преступной группировки по прозвищу «Бык» делает все, чтобы найти место под солнцем и защитить семью. Для любителей острых ощущений – премьера фильма «Капкан». В Флориду настиг мощный ураган. Жители эвакуируются из затопленных домов. Только смелая и бесстрашная Хейли, несмотря на буйство стихии, остается в доме и продолжает поиски потерянного отца. Ирочка, скажи, пожалуйста, как тебе идея создать семью? Создать семью? Ну, мне надо подумать. Ты знаешь, такие ответы сразу же не даются. Сколько тебе нужно времени, чтобы подумать и ответить? Саша, утром это очень тяжело. Очень тяжело ответить на такой вопрос. Ладно, пока ты думаешь, я думаю, что гости наши ответят. Конечно. У нас сегодня в студии Тимур и Галина Шкабара, победители всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Ну что ж, поинтересуемся у них. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, традиционный вопрос. Как начался сегодня ваш день? Позитивно. Как ваше утро? Очень добрая. Мы очень рады всех видеть. Мы вас слушаем. Ну что ж, первый вопрос. Скажите, мы сейчас как раз шли к вам, когда обсуждали с Ириной. Сколько же нужно времени для того, чтобы создать крепкую, любящую молодую семью? Ну, это огромный труд. Мы уже вместе 13 лет. Не считая того, что мы 5 лет встречались. Ну, каждый год разные трудности, уважение, любовь друг к другу, ну и, конечно, воспитание маленьких деток, это сплочает и радует. Можно я такой женский вопрос? А сколько вам понадобилось времени, чтобы сказать «да»? Да, это такой вот трепетный вопрос. Ну, 5 лет. 5 лет? 5 лет. Ну, давайте поговорим, собственно, о конкурсе «Семья года». Что же такое за мероприятие? Мы тут сыры тоже хотим поучаствовать. Ну, само мероприятие, организованное Министерством защиты и социальной защиты России, он всероссийский. В Крыму он проводится уже, по всей России, 3 года. В принципе, сам конкурс очень хорошо организован. Проходят мероприятия, освещение в прессе. Ну, а что надо делать? Просто быть хорошей семьей. Вот вы победили в номинации «Молодая семья». Что это за номинация такая? Как вы в ней победили? Расскажите, секрет, повторюсь, мы с Ирой хотим сильно приучаствовать. Всего было 5 номинаций. Да, одна из этих номинаций «Молодая семья». Мы узнали об этом конкурсе от Белогорского центра социальных служб. Нам сообщили, какие документы необходимо собрать, заявку, сделать презентацию, заполнить анкету. Все это было сделано, отправлено на Симферопольский центр, где рассмотрено. И в начале июля мы победили, получается, в нашей номинации по всей Республике Крым. А затем уже в августе из всего было 346 заявок по всей России. В нашей номинации было 71 заявка. И мы вошли в число призеров победителей. Но я могу предположить, что весь секрет кроется в вашей презентации, которую вы создали. Она была какая-то особенная у вас. Что там было? Признавайтесь. Просто наша семья. Папа, мама, детки. То есть фотографии, какое-то описание. Да, фотографии, чем мы занимаемся в стихотворном виде. А чем вы занимаетесь? Мы являемся учителями на Зыбинской школе Белогорского района. Какие предметы вы преподаете? Я начальной класса. Муж истории, общество знания. Информатика, кружок волейбола еще. А когда вместе работаете, это сплочает? Сплочает. Ну, все думают, что мы видимся каждую минуту. На самом деле мы с утра пришли на работу, разошлись по кабинетам. Ну, конечно, на переменках мы видимся. Ну, и дома мы все обсуждаем. Конечно, все у нас общие темы, общие дела. Поэтому все это сплочает. Тимур, Галина, к сожалению, осталось у нас с вами около минуты. Я вас очень прошу обратиться ко всем коренчанам и рассказать, как сделать такую семью, которая была, ну, собственно, до последнего дыхания вместе, любили друг друга. В чем секрет? Расскажите телезрителям. Ну, просто любите, верьте, доверяйте. Уважайте друг друга, уступать, когда нужно. А мы благодарим за такие теплые слова. И напоминаем, что сегодня в студии были Тимур и Галина Шкабара, победители всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Ну, мы подвигаемся дальше по нашему эфиру. И я предлагаю обратиться к сюжету нашего корреспондента Стефана Филатова на очень злободневную, я бы сказал, из-за вытрепещущую тему. До начала нового учебного года осталось всего несколько дней. Готовятся к нему не только школьники и студенты. Осенью в Крыму стартует программа «Мое будущее». Команда профессиональных педагогов и работников образовательной сферы докажет выпускникам местных детдомов – изменить свою жизнь никогда не поздно. Двигаться в направлении к высшему образованию, к действительно, к тому, чтобы расти и изменять социальное положение страны. В этом году в проекте примут участие 10 человек. Отбор проходил долго, ведь главное условие – их собственное желание и готовность к глобальным переменам. В обучении новой профессии и непосредственно работе помогут наставники. Для Александра это дело чести, пользу видит и для себя. Теория, практика и передача знаний. Только так, уверен мужчина, можно стать настоящим профессионалом. У меня хорошее опыт вождения. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Кого-то научить ездить в большом городе, а кого-то научить ездить в горах. Соответственно, наверное, начало познакомиться, выявить интересы, сильные стороны человека и постараться максимально их развить. Выстроить доверительные отношения с ребенком, раскрыть его сильные стороны, укрепить личные качества и вселить веру в себя. Организаторы проекта ставят перед собой амбициозные задачи. На их реализацию понадобится немало сил и времени, в течение которого подростки получат всю необходимую образовательную базу. А отвечают за это специально подготовленные тьютеры. Они являются связующим звеном между подопечными и наставниками. Что еще входит в ваши обязанности? В обязанности тьютера данной программы входит помощь наставникам. Они являются как бы наставниками наставников. Люди, оказавшиеся даже в тяжелой жизненной ситуации, они способны найти внутри себя опоры. И мы им будем всячески помогать. Опоры, которые помогут им потом строить свою собственную жизнь. В России программа «Мое будущее» реализуется с 2006 года. С ее помощью тысячи подростков возрастом от 15 до 23 лет раскрыли свои таланты. Стали бизнесменами, аграриями, работниками различных производств. Нашли способ сделать то, о чем давно мечтали, но не знали, с чего начать. Я очень вдохновлена этой программой. Я вижу результаты в других регионах страны, каким результатом приходят наставляемые. Для меня очень важно, где мы живем, в каком обществе живем. И мне не все равно, где будут жить мои дети и внуки. Проект предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия. За 8 месяцев наставники и педагоги сделают все возможное, чтобы их подопечные стали настоящими профессионалами. Как показывает практика, в будущем многие из них примут участие в программе «Вновь». Только теперь уже в роли наставников. Стефан Филатов, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Ира, скажи, пожалуйста, знакомо ли тебе слово «Умбрия»? И, может быть, ты знаешь, чем знаменитое это слово? Знаешь мои знания только в том, что это итальянская провинция. Абсолютно верно. Дело в том, что в той провинции в свое время добывали специальный камень. Словно говоря, спрессованную глину, которая имела очень характерный коричневый цвет. И в средние века, ну и потом при возрождении ее перетирали с помощью специальных жерновов. И изготавливали краску, которая так и называется «Умбрия». Она такого красивого желто-коричневого цвета. Интересно, знаешь, что я хочу тебе добавить, но все же ближе к нам, к нашему крымскому полуострову, что ребята из той самой провинции Умбрия и также из Австралии приехали и посетили наш город Ялта. И даже станцевали свой традиционный шотландский танец прямо вот на самой набережной. А самое интересное, что этих ребят порадовал теплый крымский прием. Нужно отметить, что все мероприятия прошли в рамках фестиваля «Земля, добра и мира». Очень приятно, что такие прекрасные мероприятия проходят и стягивают на наш солнечный полуостров людей со всего мира, как было, в общем-то, фактически всегда. Ну, в общем-то, надо сказать, что много интересных событий происходит вокруг нас. Некоторые из них входят в историю, другие не входят. Так вот, о том, какие же даты интересные произошли, какие события интересные произошли в этот день, давайте узнаем из хронографа прямо сейчас. 30 августа 1703 года произошло первое наводнение в истории Санкт-Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на два метра, изрядно напугав местных жителей. 189 лет назад в Москве была заложена каменная триумфальная арка. Инициатор строительства император Николай I. Интересно, что в фундамент положили горсть серебряных монет того же года Чеканки. В этот день, в 1860 году, запущен первый британский трамвай. Первооткрывателем по праву считается Джордж Фрэнси Стрейн. Изначально трамвайная система была конной, затем эволюционировала в паровую. 30 августа 1901 года английский инженер Хьюберт Сессил Бут получил патент на электрический пылесос. Идею, что практичнее всасывать пыль, а не сдувать, он быстро применил и даже проверил. Для этого ему понадобился всего лишь платок. Он положил его на стул и попытался собрать пыль ртом. Она скопилась на нижней части платка. Таким образом, работоспособность идеи подтвердилась. В этот день 1973 года в Кении официально запретили охоту на слонов. Много лет эти животные подвергались истреблению со стороны браконьеров. Слоновая кость в те времена ценилась на вес золота. Обложки для книг, статуэтки и даже ювелирные изделия. Эти товары приносили баснословные доходы. Но какой ценой? 30 августа 1993 года на легендарный памятник архитектуры Эйфелеву башню в Париже поднялся 150-миллионный посетитель. Первоначально достопримечательность постоянно критиковали. А сейчас посмотреть на нее и увидеть город с высоты птичьего полета приезжают туристы со всего мира. Совсем недавно на страничках в соцсетях я прочитала такую новость, что за непропуск машины скорой помощи увеличат штраф. Слышала? Правильно сделают. Но я думаю, что тема довольно злободневная, потому что мы знаем, что скорая не всегда, к сожалению, успевает. Но у нас в гостях гость по теме Галина Буглак, заместитель директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Хорошо известно, что помощь мы всегда ждем. Ждем как манны небесные иногда. Да, и хотелось бы, чтобы эта помощь приходила вовремя и успевала помочь. Нам как раз сейчас про это расскажут. Как же везде поспеть? Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Доброе, Лена. Утро доброе всегда. Это правильно, очень гидренический ответ. Скажите, пожалуйста, особенно сенферопольцы волнуются. Сейчас же у нас часть улиц, особенно центральных улиц, перекрыли, к сожалению. Ну, во благо, как говорится. Как-то изменилась, скажем, логистика скорой помощи? Конечно, если кратчайшее направление, а мы двигаемся всегда по кратчайшему направлению, составляет, например, 5 километров, то иногда в объезд приходится сделать 25 километров, что, соответственно, в условиях создающихся пробок, возникающих, неминуемо возникающих пробок, приводит к тому, что помощь ожидается дольше, чем могла бы наступить. И, несмотря на введенные недавно изменения в действующее законодательство, которые отражают наказание за препятствия движения нашего специализированного транспорта по дорогам города, как-то почему-то этот закон пока мало действует. Это, наверное, необходимо принимать меры со стороны. Скажите, а есть какие-то временные рамки? За сколько, за какой промежуток должна приехать скорая помощь? Согласно государственным нормативам, время ожидания скорой медицинской помощи, скорой, подчеркиваю, медицинской помощи, при экстренных формах обращений должно составить 20 минут. Вот. Наши люди, к сожалению, не всегда понимают, чем отличается экстренное от неотложной формы. А вот чем отличается, расскажите. Да, это очень важный момент, потому что, ну, вроде как, звучит грозно, так неотложный вызов, да, но на самом деле он менее грозный, чем экстренное. Экстренное – это группа заболеваний или каких-то ситуаций, связанных с несчастными случаями, которые, не приехав вовремя на которые, неминуемо наступит смерть. То есть вот если у бабушки давление подскочило, это что? Да, давление не является экстренным вызовом. Это может быть неотложным вызовом. И нередко так бывает, что принимаются просто таблетки, и давление снижается само по себе. Скорая помощь уже приезжает к шапошному разбору и констатирует факт, что, ну, снимает кардиограмму, подтверждает, что никаких грозных осложнений не возникло, и уезжает. Собственно говоря, ну, неэффективная работа бригады при неотложных вызовах. Какие случаи можно называть экстренными? Экстренными – это дорожно-транспортное происшествие, это если у человека вдруг внезапно возникла боль в груди, если у человека внезапно отказали какие-то части тела, перекосило лицо, нарушилась речь, это удушье, роды относятся к экстренной группе вызовов, да, то есть приоритеты всегда у нас идут, дети в приоритете и беременные женщины, это наше все. Сам по себе вызов, который говорит о том, что человек умирает, да, люди не могут иногда там констатировать смерть, это не входит, собственно говоря, в их функционал, да и не верим мы этому процессу все равно. Да, поэтому им надо трудно принять решение, случилось это или не случилось, и должен сделать это медик в конечном итоге, да. Но иногда они действительно не могут никак иначе определить этот вызов, как умирают, но действительно потеря сознания, расстройство дыхательной функции, отсутствие давления, и все это вместе и в комплексе, это повод для экстренного вызова. И вызова наши, наши диспетчера, это очень тяжелый труд, вот вы знаете, мы говорили об этом неоднократно, все вызова находятся в постоянной сортировке, то есть оперативное состояние мозга диспетчера, оно таково, что он должен понимать, где находятся все его бригады, он должен, ну, он это видит на это отражено, на мониторе у него на рабочем месте, вот, и он должен постоянно, принимая новый вызов, понимать, чем он отличается от такого же экстренного, находящегося в том же списке. То есть, оператор один, да, человек? Нет, операторов может быть один, два, три, десять, ну, в зависимости от района, республики, их много достаточно, но информация скапливаемая, вся у него имеющаяся в базе, он должен ей грамотно распорядиться, потому что может же одновременно поступить и два экстренных вызова, и перед ним стоит важная задача выбора и принятия решения. Самое главное в нашей работе, это принимать решения в кратчайший срок. То есть, и он должен понимать, что вот этот экстренный, экстреннее, чем тот, который рядом с ним лежит и который даже раньше поступил, и поэтому бригада будет отдана под решение задач более сложного случая. Скажите, а сколько в среднем, если есть такая статистика, в день вызовов у скорой помощи по Симферополю, например? Ну, вы знаете, это вообще вот нашим телезрителям вообще ни о чем не скажет. Давайте вот оттолкнемся от другой цифры, да, мониторить каждый день цифру, это дело бессмысленное. Мы мониторим нагрузку на бригаду, то есть вот такое, это количество вызовов, которые обслуживает бригада скорой медицинской помощи в сутки, в сутках 24 часа. Средний вызов составляет от 40 до 80 минут, в зависимости от наполненности своей, да. Ну, вот наши бригады сейчас в пиковые летние вот эти месяцы обслуживают до 25-30 вызовов в сутки. Это тяжелый, титанический труд и огромная психологическая нагрузка. Они еле доходят до дома после своих рабочих дежур. К сожалению, время беседы наше истекло. Я прошу вас обратиться к крымчанам небольшим обращением и пожелать здоровья. Да, здоровья, но вообще на самом деле будьте просто внимательны, в окружающей среде осторожны, берегите себя, не будьте равнодушными и снижаем градус напряженности социальной, на позитиве. А мы благодарим за полезную информацию и напоминаем, что сегодня в студии была Галина Буглак, заместитель директора Центра медицины катастрофы скорой медицинской помощи. Ну а мы двигаемся далее. Крым онлайн – то, о чем говорит крымский сегмент интернета. Жители Ялты жалуются на недобросовестных строителей, которые вылили остатки бетона прямо на проезжую часть. Усугубляет ситуацию то, что отходы сброшены не просто на дорожное полотно, а на решетку ливневой канализации. А ведь в условиях горной местности при обильных осадках именно благодаря системе водоотведения удается избежать селевых потоков. Ялту нередко сравнивают с Монте-Карло, в основном из-за субтропического климата этих курортов. А теперь сходство придали и крутые гонки, развернувшиеся подвой милицейских сирен на петлистых улочках южной столицы Крыма. Причина преследования до сих пор не ясна, однако известно, что нарушителя в итоге задержали. Ремонт, как известно, начать недолго, а вот закончить куда сложнее. В Севастополе горожане жалуются на так называемую косметическую реставрацию подъезда. За время работ сменились три бригады строителей, но по итогу все они, не дойдя до верхних этажей, оставили парадную в незавершенном виде. По словам жителей города, в управляющей компании заверили, что ремонт закончен, и теперь убирать подъезд необходимо своими силами. Симферопольцев возмущает факт частичной термоизоляции теплотрасс. Это как быть наполовину беременной, шутят в комментариях пользователи. Но еще большее негодование вызывают кучи мусора, оставленные ремонтниками. Прошло несколько месяцев с момента приостановки работ, и на брошенном стекловолокне проросли сорняки. Жители дома на проспекте Победы в крымской столице решили обнести придомовую территорию забором, тем самым преградив проезд и проход к другим многоэтажкам. Свой поступок мотивировали недобросовестным отношением отдельных граждан к общественному имуществу. Недовольные соседи же обещали обратиться в прокуратуру. Там установят, правомерно ли отгородились жильцы. Женщина погладила ежа и своим восторгом поделилась в социальных сетях. И хотя прикоснуться к живой природе всегда приятно, не стоит забывать, что дикое животное, загнанное в угол, представляет угрозу. Травмы, нанесенные им, могут иметь серьезные последствия. На пляже в Судаке до отдыхающих свалился автомобиль. Саша, такая ситуация произошла. Получается, отдыхающие приехали, машину оставили, поставили на фиксацию сам тот мотор, и с мысом Меганом начал скатываться этот автомобиль и приблизительно 12-15 метров высота прямо на палатку, где оказывали услуги массажа. Но повезло. Очень усмысленно, конечно, усмысленно. Повезло. Ну, как бы. Нет, слава богу, что там никого не было. Новость действительно вчера облетела весь интернет. Ну, такое иногда происходит, надо сказать. Поэтому, друзья, когда вы останавливаетесь, пожалуйста, всегда ставьте свои автомобили на ручной тормоз. Ну, наш корреспондент Стефан Филатов, который сейчас находится на стриме, хорошо знает, что тормоз тоже механизм и готов рассказать о том, что так быть не всегда должно. Стефан, доброе утро. Рассказывайте, как дела на наших славных. Доброе утро, Стефан. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех, кто встречает этот день вместе с нами. А день сегодня должен вам признаться действительно замечательный. Во многом, конечно, это благодаря пятнице. Наконец-то рабочая неделя подходит к концу. Но важна здесь не только пятница, не только конец рабочей недели. Самое главное, о чем я вам хочу рассказать, это, конечно же, о погоде. Осень и назло на полуострове и, конечно же, в Симферополе еще соблюдается, еще остается летняя погода. И какое-то время, конечно, она еще продлится и осенью. Итак, переходя к сегодняшнему дню, хочу рассказать о том, что сегодня на улицах Симферополя, несмотря на раннее такое время, уже около 20 градусов тепла. В течение дня воздух прогреется до 26-28 градусов. Ну, а самое главное, это то, что дождя сегодня не будет. И не будет его ни днем, ни вечером, ни даже ночью. Поэтому смело можете отложить свои зонты. Сегодня они вам не понадобятся. Далее расскажу вам об исторической справке. Каким этот день был за последние 130 лет? Так вот, самым жарким этот день был в 1989 году. Тогда столбики симферопольских термометров остановились на отметке в 37 градусов. Ну, а самым холодным в 1948. Тогда только представьте себе, температура была всего лишь 7 градусов. Если у вас получилось представить, то у меня нет. Дальше хотелось бы еще раз вам пожелать хорошего дня, хорошего, бодрого утра, чтобы все сегодня у вас получилось. И вы с хорошим, с отличным настроением ушли на эти выходные. На это мое включение подходит к концу. Коллеги, передаю вам слово. Ир, ну ты знаешь, я тебе должен сказать, что у нас сегодня по-особенному динамичное утро, потому что мы с тобой как козлики прыгаем с одной площадки на другую. Позволь, я вновь подам тебе руку, чтобы к нашему гостю следующему обратиться. Да, сегодня у нас в студии Анастасия Волкова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Мы будем говорить с нашим гостем о том, что все-таки ремонт улицы – это хорошо, но возникают некоторые затруднения и изменения в движении транспорта. Которые волнуют нашим жителям. Волнуют, а наш гость знает об этом абсолютно все и абсолютно я уверен, что ничего не утаит. Доброе утро. Как ваше утро традиционно? Хотим узнать. Ну, сегодняшнее утро у нас началось с осмотра, как и у меня, так и у сотрудников моего управления. Учитывая, что у нас все-таки 2 сентября, понедельник, начинается школьный сезон, поэтому мы сейчас усиленно работаем и осматриваем транспортные средства, чтобы они были готовы принять в том числе наших деток, которые пойдут в школу в этом году. Ну вот, я добавлю к разговору о том, что сегодня как раз там на первом участке кладут асфальт, но по-прежнему… На Невского, да? Да, да, абсолютно верно. По-прежнему дорога закрыта, и транспорт идет в обход. Расскажите, как можно объехать ремонтируемый участок? Да, действительно, у нас идет капитальный ремонт улицы Александра Невского. Это первый этап от площади Советской до архивного спуска. Планируется завершить работы до 10 октября. Что касается объезда, это если мы едем с стороны площади Куйбышева, так мы ехали, да, по проспекту Кирова сворачивали на Александра Невского, то теперь стоят соответствующие знаки, светофоры, мы поворачиваем на улицу Менделеева. Что касается, если попасть в центр, то мы с улицы Карла Маркса поворачивали на Жуковского и уходили на Александра Невского, то теперь мы уходим на улицу Жуковского, там вели двухстороннее движение. Вот, поэтому пути объезда, более того, хочется отметить, что с целью того, чтобы, да, все-таки наши граждане были более осведомлены по поводу перекрытия, у нас указанная информация размещена на сайте, в самых важных новостях, более того, сегодня тоже разместим еще объявление по поводу того, что центральная часть города перекрыта, поэтому объезжать можно по другим улицам, разместим это на общественных остановках, чтобы люди наши не путались и знали, как, куда и рассчитывали свое время, они могут добраться. Скажите, а вот кто конкретно, ваши подчиненные какие-то наверняка разрабатывают эти планы объезда, обхода и так далее? Вообще, перед тем, как начинается, да, любой ремонт согласовывается, разрабатывается схема организации дорожного движения, где прорабатываются пути объезда, после чего она согласовывается непосредственно с ГИБДД, и уже, естественно, после этого, после всех согласований приступают подрядчики к работе. Естественно, заблагоременно людей уведомляют о том, что будут перекрыты определенные участки дорог, а пути объезда такие-то, такие-то. Вот, по вашему мнению, все-таки сильно сказывается на трафике ремонта улицы. Есть у нас такое явление, как коллапс? Или все-таки, слава богу, пока? Вы знаете, пробки есть в любом случае. Опять же, хочется отметить то, что сейчас у нас начинается школьный сезон. Сейчас открываются институты, да, дети идут в школы, студенты. Люди возвращаются, в конце концов, с отпуска, да. Поэтому, в любом случае, какие-то будут затруднения, но, опять же, администрация прорабатывается все вопросы на то, чтобы избежать и облегчить людям их путь следования, да, куда хочется отметить, что у нас достаточно большое количество дорог, да, вокруг центра, где можно не смотреть, в объезд центра, опять же, можно вернуться к улице Севастопольской. Тот, кто пережил ремонт на улице Севастопольской, я думаю, да, они справятся с ремонтом на улице Александра Невского. Ровно хотел отметить, что, как помнится, негодовали граждане, за то, как сейчас довольны, когда улицы стали гладкими, как паркет. Ну, в любом случае, когда начинается какой-либо ремонт, это создает определенные неудобства для наших граждан, потому что, да, мы привыкли определенными месяцами, годами использовать тот участок дороги так, как мы его использовали, а происходят какие-то изменения, понятно, что люди неудобства, но, опять же, хочется сказать нашим гражданам и сознанием относиться к тому, что сейчас происходит. Как вы думаете, насколько многие перешли на двуножный вид транспорта? Вы знаете, я не думала, что многие перешли, но я думаю, что часть граждан наших, да, все-таки начали ходить пешком, пересели, по крайней мере, со своих личных транспортных средств, либо это в общественный транспорт, да, либо ходить пешком. Анастасия Александровна, у нас буквально минута осталась, я вас очень прошу еще раз обратиться к крымчанам с двумя вопросами. Первое, чтобы не переживали, не волновались, что все будет замечательно в самом скором времени, а второе, как все-таки еще раз объехать, напомните. Да, хочется обратиться к нашим гражданам, что пути объезда, это со стороны Кубышского рынка по проспекту Кирова, это улица Менделеева, и со стороны улицы Карла Маркса, это улица Жуковского, объездные пути, участка Александра Невского. Хочется поблагодарить наших граждан, наших гостей, что они с пониманием относятся к определенным реалиям, которые сейчас происходят, выражены в ремонте непосредственно центральной части улицы. Поэтому я думаю, в скором времени мы будем ездить по хорошим дорогам. Спасибо большое. А мы хотим поблагодарить вас, что пришли в нашу студию и предоставили такую важную информацию. И хотим отметить, что сегодня в гостях была Анастасия Волкова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Ну а теперь мы двигаемся вновь дальше. Новости интернета. О чем же говорит всемирная сеть? Наши корреспонденты собрали самые интересные ролики и факты и готовы вам их изложить в следующем материале. Актеры среди нас. Что только не сделаешь ради главной роли, а может и просто для достижения своих целей. Когда дело касается еды, все средства хороши. Имитировать болезнь, попрошайничать или просто тащить за собой лапу. Представители ирландского фольклора, эльфы и лепреконы оживают прямо на улицах. Невысокие зеленые человечки известны тем, что могут исполнять желания или одаривать золотом. Пусть сегодня монеты раздают не они, но радости у прохожих от этого не меньше. Говорят, что дружба понятие относительное, а женское и вообще не существует. Но ведь в современном мире возможно все. Горилла и мужчина-писатель. Вот олицетворение настоящего приятельского тандема. Словить и удержать задача не из простых, тем более, когда добыча весит 263 килограмма. Поохотиться на такую рыбу не прочь даже дети. Еще бы. Такого гиганта можно увидеть разве что на страницах книг. Два бородатых дракона, разодетые в милые костюмы, позируют не хуже знаменитых фотомоделей. Застывшая поза этим оранжевым рептилиям дается легко и непринужденно. Главное, чтобы снимали и восхищались. Скорость и адреналин удел не только молодых и смелых. Прокатиться с ветерком, почувствовать ритм дорог и испытать страх хочется всегда. Порой в зрелом возрасте выражать свои эмоции даже проще. Ну что ж, у меня есть такая новость интересная. Я абсолютно уверен, что ты, как настоящая девушка, очень любишь шоколад и кофе. Конечно, конечно. Как без этого? Ты знаешь, Саша, вот я буквально вчера в соцсетях сидела и смотрела, что же интересного можно рассказать нашим крымчанам, и увидела, что продажи кофе увеличились на 11%, а шоколада на целых 3%. Как думаешь, с чем это связано? Я просто новость уже прочитал, какую-то мне скинуло тоже. Да, действительно, такие факты имеют место, а все связано с прохладным летом. И люди, чтобы согреться и поднять себе настроение, пьют кофе и едят шоколад. Но у нас есть другой способ поднять настроение, в частности, пообщаться со Стефаном Филатовым, который готов включиться к нам в эфир и рассказать, что же интересного на улицах Сеферополя. Стефан, доброе утро. Доброе утро, Стефан. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех крымчан, всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сейчас я нахожусь неподалеку от детского парка. И здесь, конечно же, один из самых активных, самых оживленных участков дорожного движения. Об этом я вам и хочу рассказать. Сейчас пробки по своему обыкновению собираются в центральных частях города. Собираются они, конечно же, и здесь. Здесь также площадь Советская. Движение там немножечко, акцентирую внимание, немножечко затруднено, потому что все-таки надо понимать, что еще раннее утро, и буквально уже через час обстановка с движением станет гораздо серьезнее. Кстати, на что хочу обратить ваше внимание, так это на то, что сейчас машин в городе стало больше. Как все мы понимаем, лето подходит к концу, дети возвращаются от бабушек, от дедушек. Люди возвращаются из отпуска, и транспорта стало действительно больше. Пробки у нас скоро будут опять же такими, каким мы с вами и привыкли. И в продолжении темы хочу рассказать интересную статистику, статистику Крымского моста. Так вот, специалисты подсчитали и узнали интересные новости. За три месяца лета по Крымскому мосту проехало более 2 миллионов 300 тысяч транспортных средств. И сумма действительно большая. Она превышает намного. Показатель за этот же отчетный период прошлого года. И что интересно, такое движение во многом зависит от того, что все больше людей едут в Крым. Все больше людей хотят увидеть наши исторические и природные достояния. Людей едет в Крым намного больше. Об этом говорит статистика. Повторюсь еще раз. И только фур за летний период проехало 200 тысяч, а экскурсионных автобусов порядка 25. И я уверен, что это еще далеко не не вверх таблицы. Наверняка такие списки у нас будут расти и в следующем году. Ну и надо понимать, что несмотря на то, что курортный сезон подходит к концу, впереди осень, а осенью также к нам едут множество туристов со всех уголков России. Поэтому интересно будет узнать, какая будет статистика касательно осени. И об этом мы узнаем попозже. Ну а пока что мое включение подходит к концу. Коллеги, передаю вам слово. Прекрасная погода, отличное настроение. Ну а мы находимся на 16 этаже жилого комплекса «Альфа». За эту хорошую, интересную и самое главное солнечную площадку мы благодарим наших партнеров. Ну вот ты знаешь, что сегодня все-таки хоть день-то обыкновенный, но небольшой праздник все же имеется. Какой? Расскажи, Саш, интересно. Наших коллег телеканала «Милет» сегодня день рождения. Мы, конечно же, этот факт не могли оставить без внимания. И наши корреспонденты сделали специальный репортаж о том, как же празднуют наши коллеги свой день рождения, и вообще чем же они занимаются. Об этом в сюжете Серая Обляева. Новое освещение, декорация, аппаратура по последнему слову техники. Именно в этой студии создаются национальные проекты первого государственного телеканала «Милет», который в этом году отмечает свой четвертый день рождения. Секунды до прямого эфира в режиме реального времени и высокой четкости. Уже четыре года «Милет» рассказывает о последних новостях Крыма. Моток! Терабайты от снятого материала, сотни новых проектов и неизвестно сколько потраченных нервов на прямых эфирах. Телеканал «Милет» в переводе «Народ» вещает 24 часа в сутки и знакомит телезрителей с культурой и обычаями крымских татар. Мы стараемся сделать качественный, интересный продукт. Двигаемся вперед, запускаем новые проекты, расширяем зоны своего вещания. Оперативно, качественно и честно. Новости телеканала «Милет» «Хаберлер» всегда в эпицентре событий. За четыре года коллектив рассказал о многом. О политике, культуре, спорте, социальной сфере. Но главное, в каждом выпуске зритель узнает о проблемах крымско-татарского народа и пути их решения. Мы каждый день знакомимся с новыми людьми, посещаем очень много интересных мест. Это как форумы, конференции. То есть мы можем узнать что-то за закрытыми дверями, которые обычный человек никогда не узнает. Новости выходят каждые два часа на крымско-татарском и русском языках. Эльма Саблякимова – самый молодой сотрудник редакции новостей. Ей всего 19 лет. Но она уже поняла, что телевидение, командная работа журналиста, оператора, монтажера и режиссера. Для меня коллектив – это, скорее всего, такой слаженный механизм, как часы. Потому что если там выпадает какая-то шестеренка, то уже что-то не то. У нас постоянно идет какая-то работа. И мы только вот так вот слаженно можем выдать хороший материал. Только работаем вместе. Котенок по имени Гав Алиса в стране чудес, фиксики и многие другие. Герои любимых мультфильмов и художественных фильмов. Заговорили на крымско-татарском языке. Работа по переводу и озвучке очень сложная. Но именно этот контент привлекает больше всего зрителей. Мультики помогают детям выучить язык, общаться хорошо. На самом деле мы очень много уже перевели. И фильмов, мультфильмов, мультсериалов. Там список большой, я уже не могу точно сказать. Четыре года – это только начало. Телеканал «Первый Крымский» желает коллегам ярких проектов и творческих достижений. Всеаре Абляева, Иван Ковалев. Утро нового дня. Доброе утро, друзья! Всем тем, кто уже с нами встретил первый час и кто только что присоединился к нашей теплой компании. Ну а сейчас мы будем продолжать вещать на двух телеканалах. Первый «Крымский» и «Крым-24». С вами Александр Ткачев и Ирина Берилюк. Вы знаете, что располагаемся мы в уютной компании и в прекрасном месте под названием «Крыша». Это 16-й этаж многоэтажного комплекса жилого «Альфа». И здесь мы сегодня для вас работаем и рассказываем самые интересные и, пожалуй, актуальные новости. Ну, пожалуй, если ты не против, начну я. Конечно. Потому что здоровье, как известно, прежде всего. Единственное, в Алуште поликлиника наконец-то после долгого ремонта открыла свои двери. На эти цели с бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. Довольны ли этими изменениями как пациенты, так и врачи узнавал наш корреспондент Анна Нечуговская. Здравствуйте. Рассказывайте, с чем вы пришли, с какими жаловами. Ольга Викторовна с 96-го года принимает пациентов в Алуштинской поликлинике. Еще тогда здание нуждалось в капитальном ремонте. Поликлиника была, конечно, не в лучшем состоянии, потому что, когда дожди, это были всегда ведра, потому что крыша текла. Мы работали, два врача в одном кабинете, это было очень неудобно. И сейчас вот эти все, как бы, недочеты исправлены. Поликлинику построили в конце 50-х годов прошлого века. Ни текущих, ни капитальных ремонтов никогда не проводили. Раньше поликлиника не была адаптирована для маломобильных граждан. Сейчас установили пандус, есть кнопка вызова. Кроме того, расширили и двери. Сразу при входе кабинет для маломобильных граждан и неотложной медицинской помощи. При необходимости специалист спустится сюда и проведет прием. По-новому стала работать и регистратура. Разделили обязанности. Один специалист записывает к врачу, другой принимает иногородних. В зале есть и администратор, который даст любую справочную информацию. Картотека отдельно, чтобы не создавать очередь. Желающие пройти диспансеризацию теперь не ждут, пока его выслушают в регистратуре, а сразу отправляются на обследование. В кабинете его ожидают несколько сотрудников, где он может пройти практически полностью. И анкетирование, антропометрию, измерение давления, измерение внутриглазного давления. Там же принимает лаборант все анализы крови на глюкозу, на холестерин экспресс-методом, а также берет общий анализ крови у граждан старше 40 лет. Заходишь, сразу всех врачей обошел, никаких очередей сидеть не надо, все врачи вместе, очень удобно. Я пришел сделать медкомиссию, и меня отправил терапевт на децептализацию, и очень удобно, все в одном кабинете, сахар, кровь, вес. Некоторые олушчинцы пришли не на прием к врачу, а посмотреть на единственную поликлинику в городе после долгожданного ремонта. Впечатляет то, что было раньше, конечно, не сравнить, очень красиво. Гораздо шире спектр услуг, гораздо лучше оформление, дизайн, все это отмечают, приятно входить. Но, конечно, некоторые проблемы остались. Осталась, например, нехватка врачей. На строительные работы из бюджета Крыма выделили 29 миллионов рублей, еще 9 на мебель и оборудование. Здесь будет новый рентгенаппарат, здесь закупалось оборудование для уролога кресла, кресло для лора, закупалось оборудование для стерилизации. Самое основное, на 90% есть по каждой специальности, по каждому кабинету, и мы с понедельника уже работаем в полном объеме, с полной нагрузкой. Долгожданное преображение началось в сентябре прошлого года. Первый подрядчик с обязанностями не справился, второй устранил все недочеты и довел дело до конца. Объект был действительно проблемный, ремонтные работы затянулись на несколько лет, тем не менее, слава Богу, мы на сегодняшний день, жители Алушты, получили достаточно современное учреждение. Всего поликлиника при Алуштинской центральной городской больнице обслуживает 54 тысячи человек. Анна Нечуговская, Анатолий Агеев, Новости 24, Алушта. Побудеть и показать пример остальным. Это задача участников проекта «Акулья Сушка», который пройдет на телеканале «Первый Крымский». На экраны он выйдет в сентябре, но уже сейчас активно идет съемочный процесс. О том, что же там происходит, интересного узнавал наш корреспондент и готов вам рассказать. Акула съест, акула! Одни дурачатся, другие фотографируются. Техники проверяют аппаратуру. Группы поддержки заряжают позитивом. Ты самый лучший. Мы с тобой. Говори! Ура! Эти громкие ребята болеют за Владимира Чинченко, предпринимателя из Симферополя. На проект пришел, что называется, засветиться и, конечно, сбросить лишнее. Вообще цель поставлена, конечно, победить в этом проекте. Заявка только на победу и другие варианты не рассматриваю. Буду делать все, что для этого необходимо, и даже больше, да. Хочу сбросить, ну, килограмм 25 как минимум. Владимира уже зовут на съемочную площадку. Остались считанные минуты и... Итак, ребята, выстраиваемся! Начинаем съемку! Сейчас вы видите эксклюзивные кадры, которые попадут в программу. Спешим! Итак, все в сборе. Самое время узнать, кто же с кем будет состязаться. Участники готовятся к первому выездному конкурсу эстафете на катамаранах. Соберитесь, все будет хорошо. Эмоционально расслабляемся. Соперники у нас не сильно тяжелые. Так что все будет хорошо. Давайте. Вся суть акулии сушки в том, чтобы и ребята попотели, и зрителю было интересно. Задача участников проплыть от того берега, где ребята в желтых футболках, до моста, причем не только ярко и красочно, но главное быстро обогнав своего соперника. Вы удивитесь, но крутят педали на скорость. Здесь и оперные певицы. Жанна Смолега – солистка оркестра в Севастополе. Спорт для нее не в новинку. Несколько лет назад занималась пауэрлипсингом. Теперь в команде бодибилдера. Для меня, конечно, их стиль тренировок очень, как бы такой, как это помягче сказать, в общем, интенсивный. Акулья-сушка – это не только работа на конкретный результат, но и мотивация зрителей больше двигаться. Поднимайтесь с диванов, поднимайте свои попы, идите в горы, идите к морю, ну а когда вернетесь домой, обязательно смотрите Акулью-сушку. Поверьте, за кадром нашего сюжета осталось самое интересное. Что именно, смотрите на телеканале Первый Крымский. Премьера шоу в сентябре. Екатерина Серегина и Алексей Староженко, Новости 24. В новом учебном году к работе в Симферопольских школах приступят 80 молодых учителей. Радует, что эта цифра с каждым годом растет. Так, например, в прошлом году было 67, а в этом 80 – 13 новых профессионалов. Мне кажется, это замечательно. Я хочу по секрету сказать, что когда-то, когда я был молод, я мечтал стать школьным учителем. Конечно, страшно представить, и слава богу, что это… Ты был бы хорошим учителем. Ну, может быть, был бы и хорошим. Ну, кстати, я иногда там что-то преподаю местами. Но я просто знаю, что это очень сложная и ответственная профессия и действительно требует особого душевного состояния. Но я хорошо помню вот из школьного курса литературы, стихотворения «С любимыми не расставайтесь». Это так мило, спасибо большое. Возьми эту веточку гипсофилы за 6 рублей. Я хочу сказать, дорогие друзья, что если с любимыми не расставайтесь, но если у вас вдруг еще любимых нет, то следующая рубрика как раз пригодится вам. Найти любимого не человека, но, по крайней мере, животное. Ищу дом. Давайте посмотрим вместе. Посмотрите в эти трогательные глазки и на эти ушки домиком. Девчонки очень красивые, социализированы, привитые, готовы к переезду из вольера домой. Щенки очень ласковые. Любая будет вам верным другом. Звоните. Плюс 7978-742-93-42. Телезритель, привет! У меня для тебя крутая новость. На нашем телеканале стартует первое в Крыму детское талант-шоу. Три направления. Вокал, хореография и оригинальный жанр. Если тебе от 7 до 14 лет, мы ждем тебя. 9 сентября. Симферополь. Торгово-развлекательный комплекс «Меганом». 11 сентября. Феодосия. Дом культуры. 13 сентября. Евпатория. Детская школа искусств. Отборочные туры и грандиознейший финал мы будем снимать здесь, в Ялте, в Театре имени Антона Павловича Чехова. Раскрой свои таланты. Раскрой свои таланты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дорогие друзья, мы сейчас сидим здесь, высоко-высоко, далеко глядим и наблюдали, как буквально прямо за нашими спинами спускают воздушные шарики. Прямо вот они летают, такой целый гурьбой вокруг нас. Мне интересно, это воздушные шарики или метеозонты? Я думаю, что это воздушные шарики все-таки. Ну, видишь, моя мечтательная натура хочет верить, что это кто-то загадал желание, выпустил шарик и ждет, когда же оно сбудется. Ну, а если в случае, если это метеозонты, то тогда это вдвойне интересно, потому что кто-то очень сильно хочет узнать, какова же будет сегодня погода. Мы предлагаем вам не гадать и не использовать сложную технику, а посмотреть наш следующий сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Штормовое предупреждение по Крыму 29 и 30 августа. Также напоминаем, что сохранится пожарная ситуация, чрезвычайная пожарная опасность. Ну, а я думаю, что стоит продублировать погоду, опять же, для тех, кто собирается в течение дня заниматься своими делами, кто-то завершает рабочую трудовую неделю. Итак, какая температура в Симферополе? Небольшая облачность без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем 28 градусов, а ближе к вечеру опустится до 15 градусов тепла. В Севастополе малооблачная, без осадков, ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем 28, тепла ночью до 18. А и БК небольшая облачность без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем 29 градусов, вечером 22 градуса тепла. Похожая синоптическая картина и в Керчи. Малооблачная, без осадков, ветер северо-восточный 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до 30, тепла ночью до 18. Но тем не менее, несмотря на уже почти осеннюю погоду, хочется рассказать, какая же температура моря. Итак, в Черном море Феодосия 25 градусов, в Ялте также 25, Алушта 24 градуса, Севастополь 23, Киппатория 23, Черноморская 23 и в Азовском море 25 градусов тепла. Дорогие друзья, еще раз напоминаем о безопасности на воде. Не оставляйте детей без присмотра, не вступайте в воду в наркотическом или алкогольном объединении, а также не стоит заплывать за бойки, которыми ограждены безопасные участки пляжа. Ну что ж, я предлагаю двинуться дальше. Хронограф. То, чем интересна сегодняшняя дата в ретроспективе. 30 августа 1703 года произошло первое наводнение в истории Санкт-Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на 2 метра, изрядно напугав местных жителей. 189 лет назад в Москве была заложена каменная триумфальная арка. Инициатор строительства император Николай I. Интересно, что в фундамент положили горсть серебряных монет того же года Чеканки. В этот день, в 1860 году, запущен первый британский трамвай. Первооткрывателем по праву считается Джордж Фрэнси Стрейн. Изначально трамвайная система была конной, затем эволюционировала в паровую. 30 августа 1901 года английский инженер Хьюберт Сессил Бут получил патент на электрический пылесос. Идею, что практичнее всасывать пыль, а не сдувать, он быстро применил и даже проверил. Для этого ему понадобился всего лишь платок. Он положил его на стул и попытался собрать пыль ртом. Она скопилась на нижней части платка. Таким образом, работоспособность идеи подтвердилась. В этот день, 1973 года, в Кении официально запретили охоту на слонов. Много лет эти животные подвергались истреблению со стороны браконьеров. Слоновая кость в те времена ценилась на вес золота. Обложки для книг, статуэтки и даже ювелирные изделия. Эти товары приносили баснословные доходы. Но какой ценой? 30 августа 1993 года на легендарный памятник архитектуры Эйфелеву башню в Париже поднялся 150-миллионный посетитель. Первоначально достопримечательность постоянно критиковали. А сейчас посмотреть на нее и увидеть город с высоты птичьего полета приезжают туристы со всего мира. В ГИБДД предлагают ограничить скорость перевозки детей. Таким образом, источники утверждают, что подавляющее большинство происшествий с участием детей произошли по причине нарушения правил дорожного движения. Как известно ранее, скорость, которую нельзя превышать водителям, когда находится в автомобиле ребенок, было 20 км в час. Но это предложение отменили. Будут разрабатывать, и я так понимаю, что этот вопрос действительно актуальный и насущный. Но я предлагаю продолжить тему детей и передам слово Стефану Филатову, который в своем сюжете расскажет и коснется очень животрепещущей темы. И так прямо сейчас. До начала нового учебного года осталось всего несколько дней. Готовятся к нему не только школьники и студенты. Осенью в Крыму стартует программа «Мое будущее». Команда профессиональных педагогов и работников образовательной сферы докажет выпускникам местных детдомов. Изменить свою жизнь никогда не поздно. Двигаться в направлении к высшему образованию, к тому, чтобы расти и изменять социальное положение страны. В этом году в проекте примут участие 10 человек. Отбор проходил долго, ведь главное условие – их собственное желание и готовность к глобальным переменам. В обучении новой профессии и непосредственно работе помогут наставники. Для Александра это дело чести, пользу видит и для себя. Теория, практика и передача знаний. Только так, уверен мужчина, можно стать настоящим профессионалом. У меня хорошее опыт вождения. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, кого-то научить ездить в большом городе. А кого-то научить ездить в горах. Соответственно, наверное, начало познакомиться, выявить интересы, сильные стороны человека. Ну и постараться максимально их развить. Выстроить доверительные отношения с ребенком, раскрыть его сильные стороны, укрепить личные качества и вселить веру в себя. Организаторы проекта ставят перед собой амбициозные задачи. На их реализацию понадобится немало сил и времени, в течение которого подростки получат всю необходимую образовательную базу. А отвечают за это специально подготовленные тьютеры. Они являются связующим звеном между подопечными и наставниками. Что еще входит в ваши обязанности? В обязанности тьютера данной программы входит помощь наставникам. Они являются как бы наставниками наставников. Люди, оказавшиеся даже в тяжелой жизненной ситуации, они способны найти внутри себя опоры. И мы им будем всячески помогать. Опоры, которые помогут им потом строить свою собственную жизнь. В России программа «Мое будущее» реализуется с 2006 года. С ее помощью тысячи подростков возрастом от 15 до 23 лет раскрыли свои таланты. Стали бизнесменами, аграриями, работниками различных производств. Нашли способ сделать то, о чем давно мечтали, но не знали с чего начать. Я очень вдохновлена этой программой. Я вижу результаты в других регионах страны, каким результатом приходят наставляемые. Для меня очень важно, где мы живем, в каком обществе живем. И мне не все равно, где будут жить мои дети и внуки. Проект предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия. За 8 месяцев наставники и педагоги сделают все возможное, чтобы их подопечные стали настоящими профессионалами. Как показывает практика, в будущем многие из них примут участие в программе «Вновь». Только теперь уже в роли наставников. Стефан Филатов, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Наш крымский полуостров богат не только на красивые горные и лесные места, но и на количество разных фруктов, овощей. Я предлагаю о фруктах, овощах и прочих вкусняшках поговорить с нашим новым гостем, который уже сейчас сидит на мягких диванах и ожидает нас. Итак, в нашей студии Алимеза Рединова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. Вот, кстати, знаешь, я читал, что, оказывается, все считают, что у нас главная отрасль экономики – это туризм, но на самом деле сельское хозяйство. Давай поинтересуемся. Давай поинтересуемся, да. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня у вас? Утро, как обычно, с кофе, ну и приездом к вам. Жалко, что у нас кофе в Крыму не растет, правда? Да. Скажите, принято считать, что в Крыму доминирующая отрасль туризм. Может быть, все-таки это сельское хозяйство? Ну, сельское хозяйство, да, одна из приоритетных отраслей Республики. И сельское хозяйство вносит довольно весомый вклад в экономику Республики. Поэтому я думаю, что они на одном уровне. Скажите, а какие вот… У нас же климат мягкий, солнца много. Какие культуры наиболее, скажем, экономически целесообразны для выращивания? Ну, обычно это овощная культура закрытого грунта. Можно сказать, высокориентабельное производство. Это тепличное хозяйство. То есть, круглый год выращивать помидоры? Да. Это земляника, это ягоды. Что касается животноводства, это, конечно же, свиноводство, птицеводство. Это вот наиболее высокориентабельное производство, когда так называемые быстрые деньги. Скажите, а вот субтропические плодовые культуры, которые растут в Ялте, алуште инжиры, зизипусы и прочие гранаты, они как, не являются у нас какой-то такой весомой частью нашей экономики? Ну, к сожалению, эти культуры не растут на всей территории республики. Это только южный берег. Конечно же, в личных домохозяйствах у людей можно встретить и гранаты, и оливку, и инжир. Но в масштабах промышленного производства, к сожалению, его нельзя выращивать, например, в степном крыму. Поэтому растет в небольших количествах только на южном берегу. А на южном берегу нет ли таких больших плантаций, я не знаю, может, государственных, инжирных, например. Нет, к сожалению, насколько я знаю, самая большая плантация, ну, можно сказать так, плантация, насаждение инжира, это в Никитском ботаническом саду. Да, там целая коллекция из двухсот сортов. Саша, они по-настоящему знают об этом. Я просто у вас так интересуюсь пристрастием, потому что сам немножко занимаюсь выращиванием разных экзотических растений, и вот очень интересуюсь, а вдруг когда-нибудь у нас полуостров прославится оливками, например. Да, оливки вот тоже произрастают в Никитском саду, они даже реализуют свою продукцию, перерабатывают ее, поэтому оливки, к сожалению, не будут расти в степном крыму в таком количестве, в котором бы хотелось для масштабов промышленного производства. Вот вы так вот рассказываете с таким азартом про то, что вот степной крыму все-таки это особенный регион. Я понимаю, что в вашем ведомстве особенно с пристрастием защищают интересы фермеров. Это действительно так? Конечно, конечно. Мы делаем все для того, чтобы нашим сельхозпроизводителям было комфортно работать, выращивать свою продукцию, так как у нас одна общая цель – обеспечить население Крыма и отдыхающих продуктами питания. Насколько успешно реализуется отстаивание интересов фермеров? Ну, мы для этого сделаем все возможное, конечно. Есть некоторые проблемные вопросы, которые необходимо решать на законодательном уровне, но мы выступаем при возникновении таких проблем. Мы выходим в законодательные инициативы, и наши проблемы постепенно решаются. Скажите, а вот качество крымского производства отличается от других регионов? И если отличается, то чем? Что касается качества, ну, я всегда об этом говорила, что крымские фрукты и ягоды, они отличаются по вкусовым качествам, так как здесь количество солнечных дней довольно-таки большое, и в связи с этим вкусовые качества и винограда, и фруктов, они отличаются, они, ну, и сахаристость больше, и пользуются большим успехом и на материке, и в других странах. А что касается переработанной продукции, например, качество молочной продукции у нас, нашей крымской, оно, конечно же, выше, так как срок реализации, срок годности этой продукции низкий, это говорит о том, что используются только натуральные продукты, и качество данной продукции, ну, довольно-таки на высоком уровне. И это говорят, об этом говорят и проверки, которые проводятся Росрехоснадзором, Роспотребнадзором, и они подтверждают, что крымская продукция в большей своей части, конечно, она натуральная и качественная. Алина Зимбановна, вот мы с вами коснулись законодательных проблем, а вы бы не могли вот все-таки осветить парочку каких-нибудь самых животрепещущих? Ну, вот, например, самая большая проблема на сегодняшний день, которую мы пытаемся решить на законодательном уровне, это поддержка эфирно-осличной отрасли. Она для Крыма очень приоритетна, и много лет мы пытаемся, как бы, осуществить государственную поддержку. У нас, вы знаете, большое внимание уделяется именно государственной поддержке производителей, но, к сожалению, эфирно-осличная отрасль, которая приоритетна для Крыма, в эту поддержку не попадает, так как эфирно-осличная продукция, она не является сельхозпродукцией. Есть так называемый перечень сельскохозяйственной продукции, туда не входят ни саженцы, ни готовая продукция, ни лаванда, ни розы, ни шалфея, поэтому мы вышли с законодательной инициативой и просим внести изменения в этот перечень. Он вносится на федеральном уровне, в этот перечень, для того, чтобы можно было в дальнейшем сельхозпроизводителей поддерживать и увеличивать плантации под той же лавандой, розой, шалфеем, потому что когда-то Крым славился, и большая часть поступлений в бюджет была именно от реализации продукции эфирно-осличной отрасли. Как сейчас на этом поле битвы происходит, где обстоят дела? Я имею в виду именно в эфирном асличном производстве. У нас еще остались какие-то плантации? Да, конечно. Мы хвастаемся тем, что у нас в Тургеневке, в Сарайске районе самое большое лавандовое поле в Европе, поэтому у нас еще остались предприятия, которые готовы производить, перерабатывать продукцию, производить эфирное масло. И у нас сейчас задача увеличить именно сырьевую базу выращивания. Поэтому, несмотря на то, что на законодательном уровне еще не решен вопрос по внесению изменений в перечень, мы сейчас предусмотрели в проекте бюджеты и, надеемся, со следующего года уже на региональном уровне пытаться помочь предприятиям и фермерам, производящим, выращивающим эфирно-осличную отрасль, пока финансировать с республиканского бюджета. Для этого не нужно ссылаться на этот перечень. А уже когда будет законодательная инициатива, она утверждена на федеральном уровне, тогда будут более большие масштабы. Ну что же, я надеюсь, что у вас все получится, вы поддержите наших бюджетоводов. Мы делаем все для этого возможно. У нас осталось буквально 30 секунд. Я прошу к вас обратиться к крымчанам и пожелать им сегодня хорошего дня. Да, я хочу пожелать всем, кто нас видит и слышит, хорошего дня. Сегодня прекрасное утро, поэтому всем хорошие пятницы, удачных выходных. Ну и с понедельника начинается уже учеба тех, кто родители, дети которых идут в школу. Удачи и детям, и родителям. Ничего самого наилучшего. Спасибо большое. А мы напоминаем, что в студии была Алине Зарединова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. Напоминаем, что сегодня пятница, а это означает, что совсем скоро рабочая неделя подойдет к концу. И чем занять сегодняшний вечер, я предлагаю вам узнать из афиши. Может, вы найдете что-то для себя. В Ялтинском театре Миничехова комедия «Очаровательные рогоносцы». В завязке сюжета история двухсемейных пар, живущих по соседству. Вечные проблемы, взаимопонимание между мужчинами и женщинами, вынесенные на всеобщее обозрение, помогут каждому увидеть себя со стороны. Начало спектакля в 20.00. Еженедельная пятничная встреча «Танцы у Екатерины» пройдут у памятника императрицы в 19.00. Вальс у фонтанов, теплым летним вечером, что может быть прекраснее. В Центральном музее Таврида экспозиция «Золотая кладовая». В коллекции древние предметы из драгоценных металлов, украшения, культовые аксессуары, детали одежды, монеты, найденные за последнюю четверть века во время археологических раскопок на территории Крымского полуострова. Помимо музейных экспонатов, выставка включает драгоценности, изъятые в ФСБ России у нелегальных копателей и контрабандистов. Маленьким зрителям кинотеатры дарят веселый мультфильм «Куклы с характером». Игрушечный город Аггивиль – необычное место, где живет главная героиня – кукла Мокси. Вместе со своими друзьями она отправляется в увлекательное путешествие, где компанию ждут необычные приключения. Задачей каждого из них становится проявить характер и остаться с собой. Справятся ли герои с испытаниями? Фантастическая история Эбигейл будет интересна аудитории всех возрастов. Девушка живет в закрытом городе, в окрестностях которого бушует неизвестная науке болезнь. Однажды у главной героини пробуждаются необыкновенные способности, которые наводят на мысль, что эпидемии не существует. Ее выдумали власти имущие, пытающиеся ликвидировать людей с магическим даром. Теперь Эбигейлу угрожает реальная опасность. На мерцающих экранах российская драма «Бык» описывает события конца 90-х годов. Это время борьбы и хаоса, разрухи и выживания. Главарь преступной группировки по прозвищу «Бык» делает все, чтобы найти место под солнцем и защитить семью. Для любителей острых ощущений – премьера фильма «Капкан». В Флориду настиг мощный ураган. Жители эвакуируются из затопленных домов. Только смелая и бесстрашная Хейли, несмотря на буйство стихии, остается в доме и продолжает поиски потерянного отца. В центре Симферополя с фонарных столбов сняли подвесные термочаши с петуниями, которые все лето радовали горожан Симферополя, крымской столицы и также туристов, которых, к счастью, намного больше. Ну, нужно сказать, что, к сожалению, лето подошло к концу. Ну, это означает, что начинается новый сезон, сезон школы. И, кстати, совсем недалеко отсюда, я думаю, что если присмотреться, то можно увидеть. Находится седьмая школа, возле которой прямо сейчас находится наш мобильный корреспондент Стефан Филатов. Стефан, доброе утро. Рассказывай, как на духу, что там. Доброе утро, коллеги, и бодрого утра всем, кто встречает этот великолепный день в нашей компании. Сейчас я нахожусь на территории одной из местных школ и решил воспользоваться возможностью побывать здесь. Пока что здесь еще тихо и, можно так сказать, безлюдно, потому что все мы уже знаем, что на дворе сегодня 30 августа, и уже буквально через несколько дней школы оживут. Здесь будут сотни детишек самых разных возрастов. Пока что здесь, напомню, еще раз тихо, и я решил узнать, как здесь проходят дела. Дальше хочу рассказать вам о том, что нахожусь сейчас на месте, где именно будет проходить линейка уже буквально послезавтра, 1 сентября. Здесь, насколько мне известно, будет нанесена новая разметка для того, чтобы все было празднично и действительно торжественно. И, конечно же, этот день, 1 сентября, будет очень волнительным для первоклассников, для тех, кому только предстоит начать свой процесс обучения. Но волнительным он будет не только для них. Волнуются наверняка и молодые педагоги, которые, по всей вероятности, появятся и в этой школе. Об этом и следующая новость, с которой я с вами поделюсь. На территории Крыма этот учебный год станет новым для 80 молодых педагогов. По всем школам, буквально по многим городам появятся новые специалисты, совершенно в разных областях будут вести совершенно разные предметы. И эта статистика, кстати, очень хорошая, потому что в 2018 году молодых специалистов появилось 67, в этом году, напомню, 80. Тенденция хорошая, преподавательское дело растет, штат пополняется. И, что немаловажно, республика такие начинания поощряет, так как молодым педагогам в течение трех лет, после того, как они начали свою карьеру, педагогический стаж у них пошел, республика им выплачивает 5 тысяч, для того, чтобы, ну, скажем так, упростить, немного бытовые условия, а жизнь для молодых педагогов. Длится это все в течение трех лет. Ну, а за этот период они уже успеют получить некий стаж, за который, возможно, потом в будущем им уже будет полагаться надбавка. Кстати, хочется верить в то, что все уже успели к первому сентября подготовиться, собрать детей, морально их, морально подготовить, потому что многие детишки, как это полагается, даже не понимают, что их ожидает. А ожидает их новый этап жизни. И, кстати, замечу, один из самых главных. Именно здесь будут укрепляться их социальные связи, будут расширяться их интересы и многое-многое-многое другое. Только вспомните в свои школьные годы, сколько этот процесс значил для вас, и какое-то просто чудесное время было. На этом мое включение подходит к концу. Коллеги, передаю вам слово. На календаре 30 августа. А это значит, что сегодня автобусы и троллейбусы в городе Симферополе перейдут на новый вечерний график работы. Таким образом, с 8 до 11 часов вечера на линию выйдут около 100 единиц техники. Это, конечно, поможет разрешить извечную проблему Симферополя, когда после 9 часов вечера невозможно уехать с окраин города, а из центра, наоборот, на окраины. Так что это, в принципе, очень хорошая новость. Ну, есть еще одна новость. Дорогие друзья, у нас к вам, от всей редакции обращаюсь я к вам. Дело все в том, что если вы вдруг стали свидетелем какого-то очень интересного происшествия, берите свои камеры, снимайте, отправляйте нам, и мы обязательно этот сюжет возьмем в рубрику под названием «Крым онлайн». Кстати, такой сюжет предлагаем вам сейчас. То, о чем говорят крымчане. Жители Ялты жалуются на недобросовестных строителей, которые вылили остатки бетона прямо на проезжую часть. Усугубляет ситуацию то, что отходы сброшены не просто на дорожное полотно, а на решетку ливневой канализации. А ведь в условиях горной местности при обильных осадках именно благодаря системе водоотведения удается избежать селевых потоков. Ялту нередко сравнивают с Монте-Карло, в основном из-за субтропического климата этих курортов. А теперь сходство придали и крутые гонки, развернувшиеся подвой милицейских сирен на петлистых улочках южной столицы Крыма. Причина преследования до сих пор не ясна, однако известно, что нарушителя в итоге задержали. Ремонт, как известно, начать недолго, а вот закончить куда сложнее. В Севастополе горожане жалуются на так называемую косметическую реставрацию подъезда. За время работ сменились три бригады строителей, но по итогу все они, не дойдя до верхних этажей, оставили парадную в незавершенном виде. По словам жителей города, в управляющей компании заверили, что ремонт закончен, и теперь убирать подъезд необходимо своими силами. Симферопольцев возмущает факт частичной термоизоляции теплотрасс. Это как быть наполовину беременной, шутят в комментариях пользователи. Но еще большее негодование вызывают кучи мусора, оставленные ремонтниками. Прошло несколько месяцев с момента приостановки работ, и на брошенном стекловолокне проросли сорняки. Жители дома на проспекте Победы в крымской столице решили обнести придомовую территорию забором, тем самым преградив проезд и проход к другим многоэтажкам. Свой поступок мотивировали недобросовестным отношением отдельных граждан к общественному имуществу. Недовольные соседи же обещали обратиться в прокуратуру. Там установят, правомерно ли отгородились жильцы. Женщина погладила ежа и своим восторгом поделилась в социальных сетях. И хотя прикоснуться к живой природе всегда приятно, не стоит забывать, что дикое животное, загнанное в угол, представляет угрозу. Травмы, нанесенные им, могут иметь серьезные последствия. Я вот знаю, Ира, приоткрою тайну, что ты одно время встречалась с рэпером Оксимироном. И знаешь слово Оксимирон. Так вот, я как раз Оксимирон такое придумал. К нам в гости пришел тот, кто пригласил нас в гости. Немножко сложно. Саша, Саша, да. Поэтому я предлагаю сразу же двинуться к гостю. А за то, что ты тут мои тайны раскрываешь, поговорим потом. Не бойся, я больше никому не буду. Итак, сегодня в студии у нас Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development. Напомню, что именно она нас пригласила в гости, в это уютное место. Постелила, собственно, посеяли к настоящему траву, по которой мы зеленые ходим. В общем, за все спасибо вам. И посадила цветы. Доброе утро. Доброе утро. Цветы вырастили мы сами, кстати. Но тогда мы создали что-то другое, без чего бы они не случились. Безусловно, вы создали ту атмосферу, за которую, я думаю, благодарны и мы, и наши телезрители. И первый вопрос, ну, наверное, такой традиционный. Как началось ваше утро нового дня? Вы знаете, мое утро сегодня началось в таком трепетном, сердечном ритме, потому что меня ждала встреча с вами. И, в общем-то, благодаря этому нашему проекту весь месяц мое утро начиналось именно так, с тревоги и с мыслью о том, все ли хорошо у ГТРК Крым на нашей крыше. Ну, я знаю, что не вы одна с такой мыслью просыпались, а у вас была целая большая команда. Команда, да. Совершенно, ребята. Если вы мне позволите сегодня выразить свое глубокое признание команде бренда «Альфа», особенно Олесе Полищук, которая явилась затейником и вдохновителем всего этого проекта, я буду очень рада это сделать. Сервисная компания «Лидер», которая обеспечивала вам техническую возможность организации. Да и весь наш «Гринвуд» мы наблюдали за этим с особым волнением, потому что для нас такое содружество, такое партнерство – это огромная честь и большая ответственность. И весь этот месяц мы находились в таком трепетном ощущении причастия к большой красивой истории, с которой начинается утро нового дня у нашего полуострова. И благодаря этому причастию мы и сами погрузились в какие-то моменты, доселе нам недоступные, из которых состоит телевидение. Мы увидели какой-то большой и классный труд, и вас благодарим за то, что вы свою жизнь и утро своего дня посвящаете тому, чтобы мы просыпались с хорошим настроением. Я хочу сказать, добавить с нашей стороны, что тоже благодарность выразить, ведь на самом деле столько людей поучаствовало. Вот открою маленькую тайну, для того чтобы организовать один эфир утро нового дня задействовано около 20 человек. Здесь, в АСБ, так называемой студии, откуда выдаются. Но и от вашей компании тоже много людей. Это те люди, которые нас встречали, которые открывали нам подсобные помещения. Каждое утро. Которые пускали нас в уборную и так далее. Большое всем спасибо. Это такое закулисье, которое очень часто выпадает из той красивой картинки, над которой работает творческая группа. Но я очень признательна вам по-человечески и профессионально за то, что вы отдаёте себе отчёт в том, что без вот этих вот маленьких бытовых мелочей технических всё это чудо под названием прямой эфир с крыши живого комплекса «Альфа» был бы менее успешным. Ирина Владимировна, насколько я знаю, в принципе, для Крыма это уникальный проект. И такого больше не было, но, надеюсь, будет. Хорошо, что это говорите вы, потому что мне неудобно настаивать на этом. Но это действительно уникальный опыт, когда телевизионная компания и бизнес придумывают такую площадку, создают такую локацию. И благодаря ей появляется новая творческая атмосфера у проекта. И я понимаю, что эту традицию надо поддерживать. И на самом деле у нас в городе много таких мест, откуда вы бы смотрелись весьма удачно. Но при этом я буду очень рада. И вся наша команда будет очень рада принять вас в очередной раз, если вы захотите. Конечно, хотим. Конечно, с довольным. Я должен отметить, что во многом мы движемся впереди планеты всей. Наш канал, надо сказать, он считается действительно одним из самых сильных региональных. Но такой картинки, какая была у нас на Узре Нового дня, нет даже на федеральных каналах. Давайте победим в каком-нибудь конкурсе в этой сессии. Если было бы хотим, мы об этом задумывались. Есть ряд конкурсов телевизионных, где действительно мы свой проект представим. Потому что, повторюсь, это эксклюзивно. Жалко только, что никакой проект не может передать вот этот волшебный воздух Крыма, который особенно поднимает настроение. Конечно. Утром, проснувшись, придешь на крышу, настроение просто автоматически поднимается. Я всегда восхищаю с вами, ребята. Как можно в такую рань, ни свет, ни заря, быть уже такими бодрыми и абсолютно работоспособными? Называется профессиональная деформация. Ну, адаптация профессиональная. Ну, я должен сказать, что вот мы сколько наблюдали, гостей у нас было премногое количество. Ни одного человека, который был на крыше, не было такого, который бы не подошел к проемам этим прекрасным и не сфотографировался бы на фоне этого вида. Да. Ну, видите, это все очень здорово и завораживает. Я сама каждый раз прихожу сюда, и ощущение такого, что жизнь удалась, и получилось сделать что-то такое и многоэтажное, и красивое, и полезное, это очень сильно заряжает. Скажите, а какие-то, может быть, у вас есть идеи относительно еще проектов совместно с нами? С вами? С нами. Я вам скажу, без ложной скромности мы монополисты. Ребят, вы просто лучшие и, наверное, единственные в своем роде, поэтому все возможные форматы сотрудничества, которые будут нам доступны, мы с удовольствием будем реализовывать, потому что нам и как бизнесу, и как активным участникам жизни полуострова, нам всегда есть что рассказать и, наверное, куда позвать сообщество. Я не так давно была в гостях у вас в программе «Экономика», сегодня я уже второй раз в вашем эфире, но на самом деле очень много возможных проектов, которые украсили бы информационное ваше пространство и привлекли внимание к тому, что любая деятельность, любой бизнес – это всегда почва и источник для творчества. Понимаете, вот мы с вами на ровном месте придумали такой проект, и мы с огромным удовольствием, всеми своими мозгами, всеми своими творческими возможностями будем с вами участвовать. Ирина Владимировна, осталось буквально 30 секунд. Я вас очень прошу обратиться ко всем телезрителям, пожелать хорошего дня, поблагодарить еще раз тех, кто остался там за кадром, команда, которая стоит за нашими спинами. Дорогие друзья, мой обожаемый Крымский полуостров, мы сегодня с вами уже на закате лета, в теплых лучах нашего солнца, встречаемся в эфире телеканала «Крым». Я хочу пожелать всем счастья и прекрасного настроения. Я хочу поблагодарить всех людей, которые относятся с любовью к своему делу. Что бы вы ни делали, строили ли бы вы Альфу, ни свет, ни заря, как наши сотрудники, обеспечивали ли вы выход в эфир, утро нового дня. Я благодарю вас за то, что вы трудитесь, что вы делаете это с удовольствием и вдохновением. И я желаю вам продолжать, не уставать и быть просто счастливыми. Спасибо большое. Спасибо большое, да, мы благодарим вас. Огромное спасибо вам, ребят. И напоминаем, что сегодня в студии была Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development. Ну а мы двигаемся дальше, дальше новости интернета. Это, безусловно, то, что мы находимся здесь, попало уже в интернет. Но что еще там интересного, давайте узнаем из следующего сюжета. Актеры среди нас. Что только не сделаешь ради главной роли. А может и просто для достижения своих целей. Когда дело касается еды, все средства хороши. Имитировать болезнь, попрошайничать или просто тащить за собой лапу. Представители ирландского фольклора, эльфы или приконы оживают прямо на улицах. Невысокие зеленые человечки известны тем, что могут исполнять желания или одаривать золотом. Пусть сегодня монеты раздают не они, но радости у прохожих от этого не меньше. Говорят, что дружба понятие относительное, а женское и вообще не существует. Но ведь в современном мире возможно все. Горилла и мужчина-писатель. Вот олицетворение настоящего приятельского тандема. Словить и удержать задача не из простых. Тем более, когда добыча весит 263 килограмма. Поохотиться на такую рыбу не прочь даже дети. Еще бы. Такого гиганта можно увидеть разве что на страницах книг. Два бородатых дракона, разодетые в милые костюмы, позируют не хуже знаменитых фотомоделей. Застывшая поза этим оранжевым рептилиям дается легко и непринужденно. Главное, чтобы снимали и восхищались. Скорость и адреналин удел не только молодых и смелых. Прокатиться с ветерком, почувствовать ритм дорог и испытать страх хочется всегда. Порой в зрелом возрасте выражать свои эмоции даже проще. Ну, нужно сказать, что хороших новостей у нас очень много. И вот, в частности, за два летних месяца, за три, три, я уже считать разучился, забыл. Так расстроился, что это заканчивается. Пятница, да. За три летних месяца по Крымскому мосту проехало 2,5 миллиона автомобилей. Это почти на 8,5% больше, чем в прошлом году. Знаешь, а сейчас где-то неподалеку от трассы, да, от дорожного движения находится наш мобильный корреспондент Стефан Филатов. Я могу даже уточнить, не просто неподалеку, а он находится вдоль трассы, но трассы, которую проделала река. На Калгире он находится. Доброе утро, Стефан. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех, кто встречает этот день вместе с нами. В перерывах между прямыми включениями у меня было немножко свободного времени, и я решил посетить одну из главных достопримечательностей нашего города – реконструкцию набережной Салгира. И обратил внимание на то, что рабочие уже с самого утра ходят с мешками, собирают мусор. Это пластиковые бутылки, это этикетки, упаковки от различных продуктов питания. И, в общем, рабочие наводят, если так можно выразиться, красоту. И меня тот факт ужасает, что этот мусор, после того объема работ, который был уже проведен, здесь мусор опять появляется, опять скапливается. Поэтому хотелось бы обратиться все-таки к жителям Крыма, к симферопольцам. Давайте соблюдать чистоту, потому что это действительно важное для города место. Сколько здесь людей гуляет, сколько людей здесь гуляет с детьми, влюбленных в пар. И давайте содержать это место в красоте. И дальше хочу рассказать о том, что удалось мне с рабочими пообщаться. И главным поводом общения стало то, почему техника на данный момент не работает. Потому что здесь действительно несколько единиц техники находятся, но сейчас пока она не в рабочем процессе. И вот от них я узнал интересную новость. Сотрудники подрядной организации рассказали мне о том, что сейчас уже произошло отключение электроэнергии, отключение света на ряде городских улиц. Это Петровская палка, Невская и улица Воровская. Адреса вы можете уточнить на сайте городской администрации, точные адреса, по которым свет отключен. Тем не менее, этой информацией располагать нужно. А за рабочих, кстати, не переживайте. Потому что сейчас уже они налаживают работу генераторов. Электричество будет подключено. И продвижению процесса реконструкции ничего не помешает. За ходом строительства, реконструкции, вернее, я продолжу следить. Потому что вопросы все-таки еще остались. Может быть, в дальнейшем, чуть позже, как-нибудь вам расскажу эксклюзивные интересные подробности. Но пока что мое включение подходит к концу. Я еще раз хочу пожелать всем доброго, хорошего пятничного утра, дня и, конечно же, вечера. Коллеги, передаю вам слово. Ну что же, напоминаем, что сегодня еще один маленький праздник. Сегодня день рождения наших коллег телеканала «Милет». Я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Новое освещение, декорация, аппаратура по последнему слову техники. Именно в этой студии создаются национальные проекты первого государственного телеканала «Милет», который в этом году отмечает свой четвертый день рождения. Секунды до прямого эфира в режиме реального времени и высокой четкости. Уже четыре года «Милет» рассказывает о последних новостях Крыма. Терабайты от снятого материала, сотни новых проектов. И неизвестно сколько потраченных нервов на прямых эфирах. Телеканал «Милет» в переводе «Народ» вещает 24 часа в сутки и знакомит телезрителей с культурой и обычаями крымских татар. Мы стараемся сделать качественный, интересный продукт, двигаемся вперед, запускаем новые проекты, расширяем зоны своего вещания. Оперативно, качественно и честно. Новости телеканала «Милет» Хаберлер всегда в эпицентре событий. За четыре года коллектив рассказал о многом – о политике, культуре, спорте, социальной сфере. Но главное – в каждом выпуске зритель узнает о проблемах крымско-татарского народа и пути их решения. Мы каждый день знакомимся с новыми людьми, посещаем очень много интересных мест. Это как форумы, конференции. То есть мы можем узнать что-то за закрытыми дверями, которые обычный человек никогда не узнает. Новости выходят каждые два часа на крымско-татарском и русском языках. Эльма Саблякимова – самый молодой сотрудник редакции новостей. Ей всего 19 лет. Но она уже поняла, что телевидение – командная работа журналиста, оператора, монтажера и режиссера. Для меня коллектив – это, скорее всего, такой слаженный механизм, как часы. Потому что если там выпадает какая-то шестеренка, то уже что-то не то. У нас постоянно идет какая-то работа. И мы только вот так вот слаженно можем выдать хороший материал. Только работаем вместе. Котенок по имени Гав, Алиса в стране чудес, фиксики и многие другие. Герои любимых мультфильмов и художественных фильмов. Заговорили на крымско-татарском языке. Работа по переводу и озвучке очень сложная. Но именно этот контент привлекает больше всего зрителей. Мультики помогают детям выучить язык, общаться хорошо. На самом деле мы очень много уже перевели. И фильмов, мультфильмов, мультсериалов. Там список большой, я уже не могу точно сказать. Четыре года – это только начало. Телеканал «Первый Крымский» желает коллегам ярких проектов и творческих достижений. Сеаре Абляева, Иван Ковалев. Утро нового дня. Дорогие друзья, мы с грустью прощаемся с этой локацией. Напоминаю, находимся мы на 16 этаже жилого комплекса «Альфа», где находилась наша импровизированная студия. Мы переезжаем куда, пока не скажем, но, уверен, вы обрадуетесь красоте этого места. Ну а для вас два часа в прямом эфире вещали Александр Ткачев и Ирина Берилюк на двух каналах. «Первый Крымский» и «Крым-24». Мы берем небольшой тайм-аут, берем каникулы, чтобы подготовиться к новым выступлениям. Поэтому не прощаемся с вами надолго. Две недели и вновь мы с вами в эфире. До скорых встреч. До скорых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!